Елена Злобина решила уйти из цивилизации по собственной воле. 9 лет назад женщина собрала своих троих сыновей и поехала жить в заброшенную деревню, в 12 километрах от ближайшего поселка. Первый месяц я боялась, окошки скрывала, там вот этот дверь накручил, а потом поняла, что кроме зверей бояться нечего, а звери они не подойдут. Елена выросла в Ижевске, в своей прошлой жизни занималась торговлей, была исполнительным директором крупной компании. Она видела всю криминальную изнанку столицы Удмуртии. Когда у нее родились дети, женщина поняла, что больше не хочет такой жизни. Она решила раз и навсегда покинуть общество. Так коренная горожанка оказалась в полной глуши. В деревне выжить легче. Ну, что я могу в городе? Что бы прокормить детей? Ну, работать на двух работах. Ну, бабушка на двух работах. Ну, сейчас старший, тоже пусть на двух. Ну, мы их протянем. А свободы нет? Местные до сих пор не перестают судачить о многодетной маме. Ждут, когда ей все надоест, и она уедет. Но Елена об этом и не думает. Ну, вот приехал человек, нам же, деревенским, это в диковинку. Мы вроде бы смотрим там по телевизору, вот там в городе живут так-то, так-то. А тут из города, из благоустроенной квартиры приехала. Не знаю куда. Елену не смутило, что дом, который она облюбовала для своей семьи, был не приспособлен для жилья. Рассчитывать приходилось только на свои силы. Более того, вскоре у Елены появился четвертый сын. Вот тут было закрыто. А вот здесь была стенка, там был вообще чулан. Там была холодная. Мы двери вышибли, дырку пропилили. Там у нас столовая, там сделали кухню, там сделали детские. Вышибли про стенок, поставили окно большое. Конечно, Елене помогала и ее мама, которая тоже поехала вслед за дочерью. Но мать поселилась в 15 километрах отсюда. Внуки во время учебы живут с бабушкой. Семья собирается вместе во время школьных каникул и выходных. У нас мальчики начитанные. Им вот в школе, допустим, скучно. Со своим классом скучно, Варта. Они вот сами с собой общаются. Ребята – участники и победители многих школьных олимпиад. Елена создала огромную библиотеку для сыновей. За 9 лет дом преобразился. Просторные спальни и игровая комната. Женщина сама сломала печку и выложила камин. Говорит, для души. Соорудила систему парового отопления. Провела канализацию. Сейчас думает сделать водопровод. Кстати, замысловатые люстры из подручного материала и украшения из бисера – тоже творение ее рук. Такие штучки, они вроде так незаметно, а потом раз, глазом отмешься и приятно. Злобины живут натуральным хозяйством. Правда, засушливое лето дало о себе знать. Урожай был не столь богатым. Высох пруд. Теперь о рыбе придется забыть до следующего лета. Больше всего Елена с ребятами страдают без коровьего молока. У нас было две коровы раньше. Так вот такая была кастрюля творога. Ребята до сих пор и помнят. И сыр свой, и все. А потом хлеба старые упали, и мы коров сдали. Вот уже сколько лет без большой кастрюли с сыром. Скучно. Потребности большой семьи в молочных продуктах сегодня с трудом восполняет единственная коза. Елена выбрала для себя такую жизнь. И к другой возвращаться не будет. Она хочет купить вторую лошадь, сделать большой пруд, построить каждому сыну по дому. Словом, возродить заброшенную деревеньку-хвощанку. Старший сын Денис уже готов построить дом для своей будущей семьи. Осталось найти невесту, которая захочет здесь поселиться.